всем добрый вечер с вами ника и мой канал московские дни вышла по делам прогуляться во-первых прогуляться во вторых по делам пройтись и может быть сейчас вместе с вами пойдем прогуляемся в фикс прайс может там что-то интересного я вам покажу посмотрю если там будет что-то интересное сделаю обзор а сейчас хочу показать как у нас красивое небо время вечернее честно говоря не знаю сколько времени где-то от шести до семи примерно могу сейчас точно сказать часы не надела такая погода хорошая ветра нету не жарко не холодно просто фантастика играют ребята волейбол в молодости глубокой молодости занималась я волейболом я была капиталом команды вот они играют обожаю этот вид спорта я вообще люблю все что связано со спортом и очень горжусь тем что дети мои тоже спортсмены один любитель другой профессионал муж тоже спортсмен поэтому у нас есть у кого муж любитель в принципе вообще сейчас вот тенденция так развита к спорту уважаю молодых людей которые занимаются спортом и только молодые люди но и девочки тоже уважаю очень уже потому что как правило они не курят не говоря уже о том чтобы там спиртные употреблять не люблю курящих людей ничего против не имею но не нравится мне этот запах никогда не понимала в чем прелесть но это личное дело каждого поймите меня правильно каждый делает свой выбор сам ой ну как же мне нравится небо у нас в москве не так часто такое красивое небо видишь ну просто мы в таком районе живем поэтому здесь можно увидеть такое вот там где прям центр центр там конечно небо не такое красивое здесь много зелени лес ряду у нас тут лес биться рядышком огромный ну в общем как-то так сейчас как дойду я вам если что-то интересное увижу покажу двор дворы у нас красивые там можно показывать до бесконечности сейчас дойдем до магазина может быть там что-то фикс прайсе интересного вам покажем не знаю что тут пока интересного пока ничего не вижу здесь неплохая косметика корейская сейчас я вам ее покажу маску Да, Павловский, у меня волос. Сейчас посмотрю, что-то интересное, а потом вам показывать буду поближе. Ой, зашла уже в любимый женский отдел. Смотрите, какое красивое белье. Ой, как мне нравится. Нет здесь никого, кого бы что-то спросить. Здравствуйте, можно объяснять? Да, конечно, можно. Да, никого. Спасибо. Очень красивое у вас белье. Спасибо большое. Посмотрите, какая прелесть. Если хотите, я вам скажу контакт. Это у нас в районе находится Южная Гуртуб. Ой, какая прелесть. Стринги. Ой, сейчас мы все поймем. Вот и не стринги. Так. Да, вы хотите оставить? Я пока. Спасибо. Конечно. Сейчас цены я спрошу, скажу вам. А примерно цены от и до на трусики? Ммм. 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 150 и 350. А комплекты тоже приемлемые цены на 700 рублей и 500 рублей. Так что как-то так. Так. В общем, девочки, надо сюда. Здесь и на таких напышных дам красивые вещи. Пижамки очень интересные. Здесь вот напышных дам. Тут, кстати, нашу маму можно посмотреть в белье. Мои любимые тунички. Не так давно этот отделчик открылся, потому что я была и не видела. Красиво. Такие вот штучки. Посмотрите, тостовочки. С Микки Мауса. Разные цвета. Ну, сейчас пообщаюсь. Поспрошу специально. А потом скажу вам. Ничего я там интересного не увидела, что вам снять. Сейчас приду домой, покажу, что я для себя там нашла. Интересное купила. Неудобно. Без селфи-палки была и держать телефон не совсем удобно. Сейчас приду, покажу, что я купила, что интересное нашла для себя. Это первое. Второе. Там по пути зашла в магазин. Я там смешанное видео сделала. Вот если вы увидите. И, конечно, неплохой магазинчик. Ой, дождь начинается. Почему нельзя так же быстро идти? Магазин женской одежды. Цены там такие нормальные. Относительно. Вот. Пятисот рублей. Пятьсот. Семьсот. Туники семьсот. Пятьсот. Какие-то такие легкие. Летние. Варианты женские. А которые гиганты, как сказали, на очень большой размер. По тысячам. Там есть и Зара, по-моему. Еще что-то. Белье такое недорогое. Интересный магазинчик новый. Только открылся. Поэтому мне показался он интересным. Сейчас я вам покажу его. Ну, а до дома дойду, сделаю обзорчик небольшой. Так, ну что, дорогие мои. Я обещала вам показать, что я купила в фикс прайсе. Сейчас покажу. Это полисорб. Я купила не в фикс прайсе. Это я купила в аптеке. Это понятно. Это интерсорбент для приема внутренних. Я жуткий аллергик. И мне очень показано, нужно очищать организм. В общем, это мне по показаниям врачей. Значит, так что. Начинаем, да? Купила я папку для документов. У меня была сумка. И одной моей знакомой понравилась. Я ее подарила. И сейчас я очень много хожу по больницам. Вы уже поняли. И мне некуда положить документы. Вот вам показываю. Очень удобная. Формат А4. Я взяла нейтральный розовый цвет. Достаточно хорошего качества. Здесь на замочке. Посмотрите, здесь обшито все так аккуратно. Плюс еще на липучке. Мне очень понравился цвет такой пудры. Цвет пудры, что ли, и с ручкой. Мне очень нравится. То есть удобно. Туда все документы сложу. Ничего не помнется. Это первое. Дальше. Я купила чехол для планшета. Я взяла вот такого веселого травянистого зеленого цвета. И специально даже вам приготовила планшет. Вот посмотрите. Вот мой планшет. И вот я его кладу. Вмещается. Очень удобно. Хорошо. Смотрите. Закрывается здесь. Вот такой вот мягкий. Чтобы... Видите? Внутренний скакай. Чтобы не ударить планшет. Вот это еще я не поняла для чего. Не знаю. Ну, наверное... А, да. Вот так вот держать, чтобы он не выпал. Поняла. Вот. Очень удобная вещь. А. Я вам не сказала. Эта папка стоит всего-навсего 99 рублей в фикс прайсе. Дальше. Дальше. Это у нас стоит... Сейчас скажу. Кейс для планшета стоит 199 рублей. Кейс для планшета называется. Дальше. Что я еще купила? Я купила пеленки одноразовые. Хороший размер. Фирмы Терезы. Вообще Терезу люблю. 60 на 60 я взяла большие. Ну, это мне для больницы нужно 77 рублей. Здесь их 6 штук. Вещь очень такая нужная. Даже если не для больницы, они должны быть дома. Ну, мало ли для каких случаев, да, но нужно. Можно даже использовать, вот когда что-то готовите. Например, мясо разделать. Если не хотите, чтобы была грязь, мокрая. Можно постелить ее и она не разделась. Очень мне нравится таким образом использовать. Дальше. Я взяла такую необычную вещь. Это USB нагреватель для крышки. То есть, если, допустим, мало ли где я нахожусь, да, и у меня есть доступ к USB разъему. То есть, зарядка обычно для телефона. Подключаюсь. И вот эта штучка нагревается. Я ставлю на нее стакан и, или там, бокал, чашку, что угодно, с чаем, допустим, и нагревается вот таким вот образом. Ну, любой стакан, ну, что там у вас есть бокал, просто показываю, что под руку попалось, и нагревается. Повторюсь, это опять очень удобно таким, как я, который большую часть времени проводит в больнице. То есть, понимаете, всегда бегать за кипятком. Ну, как бы это нереально. Хотя сейчас во всех больницах, практически во всех, стоят кулеры. Ну, допустим, чай остыл или там компот вы хотите горячим выпить. Поставили, включили в зарядное устройство, подогрели, попили. Вещь, как мне кажется, очень нужная. И стоит она недорого. Это USB нагреватель стоит 149 рублей. Так, дальше. Что я купила дальше? Я купила стельки для обуви. Сейчас скажу, какие. Эти стельки я взяла, тут их 4 пары. Я взяла для летней обуви. У меня есть тканевая такая белая обувь, и стельки поизносились. Ну, в любом случае, надо часто менять стельки. Они такие тоненькие, дышащие. Это содержит натуральный хлопок и целлюлозу. Это исключительно для летней обуви. Здесь по размерчику можно вырезать. Так, эти стельки стоят 4 пары 50 рублей. За 50 рублей, я думаю, что купить можно. Дальше я взяла стельки для... У меня есть туфли. Как-то они называются, даже не помню. Они такие более осенние. И я их брала по распродаже. И немножко большеват размер. И я туда вкладывала кожаные стельки. Ну, в общем, взяла вот такие. Здесь одна пара. Они самоклеющиеся. Они вот именно здесь и для пяточки. Выступ есть такие. Они типа ортопедические, что ли. Даже не знаю. А, они вот... Вот почему я поняла. Я сейчас начала считать. Здесь вот такая штучка не натирает пятку. А так как у меня... Сейчас я открою. Так как у меня немножечко размер большеватый. Ну, вы знаете, как в акции же нам же все... Кажется, все мы правильно делали. Вот здесь мягковатые. И они такие у меня осенние, когда... Именно вот когда холодно как раз. И вот эту штучку снимаем. И они самоклеющиеся наклеиваются. Здесь можно по размеру вырезать. Вот. Видите, да? Так. Эти стельки стоят... Так, так, так. Простите, зрение мое. У меня подводит. 77 рублей. Тоже думаю, что цена хорошая. Можно за 77 рублей купить стельки. Вот. Я вам, Сеня, открыла. Теперь уже не желаю, что я этого не сделала. Сейчас. Вот такие вот тонкие. Ой, даже две. Вот. Видите? Они очень тонкие. Но они дышащие. Вот по размеру вырежу. И все. Там есть на картинке вот. Ну, как бы показано, как вырезать. здесь. И положу по форме. Стельку свою возьму. И вырежу, как мне надо. В общем, мне эта вещь очень понравилась. Так. Это так. Дальше. Я вам показала. Дальше. Что у нас идет? Маски купила. Маски купила. Потому что пришла в аптеку. Меня отказались обслуживать. Хорошо. У меня была маска в сумке дежурная. Я ее одела. Тоже. Я считаю, что недорого. 5 штук. 99 рублей. Трехслойные маски. Дальше. Это. Я взяла форму для канапе. Я люблю всякие штучки красивые для удобства, чтобы готовить канапешечки форму. Взяла три формы. Как показать? Вот так. Смотрите. Это треугольничек. Готовить не люблю, но всяких приспособлений очень много. Кстати, у меня для этих канапешек есть такие насадочки. Сейчас, пользуясь случаем, покажу. Треугольничек, значит. Прямо угольничек, квадратик. И мое любимое сердечко. Видно? Вот видно. Видно, да. Угу. Вот. Ну, вот канапешки мне готовить нравится. Ой. Ой. Ну, что это? Упала тут на меня. Я аккуратно положила гематогенку. Она упала. И вот для этих канапешек это я не купила. Это у меня в моем арсенале, в моем хозяйстве. Просто хочу показать. Это крышечка для масла. Вы видели? Здесь цветочек. А там у меня на бутылочке бабочка. Люблю всякие такие штучки, дрючки. Уже сто лет на обед. Не знаю, когда я покупала их. Вот такие для канапешек у меня есть. Звездочки и короны. Звездочки серебристые, а короны золотистые. Как-нибудь... Тут разные серебристые и золотистые. Как-нибудь мы с вами будем делать канапешки вот из тех форм и вот эти вот на эти штучки насаживать. Это как раз для канапешек. Так, это просто пользуюсь случаем показала вам. Дальше. Я купила соусницы, потому что я вам... Обратили внимание, я показываю в форме рыбок. Ну, у меня соусница только в форме рыбок, а мне хотелось вот что-нибудь такое нейтральное. Белая такая красивая соусница. Kitchen, по-моему, да, фирма. Да, Kitchen. Ой, какое у меня зрение плохое. Какое-то опаловое стекло, что ли. Ну, я люблю посуду. Белую и черную. У меня в арсенале белая и черная посуды. Да, опаловое стекло. Да, это производство Китай, но такой фабричный Китай. Хорошие такие соусницы интересненькие. Мне пока не нравятся. Вообще люблю посуду. Ну, как и любая женщина, мы все любим посуду. Так, эти соусницы стоят 27 рублей 60 копеек одна штучка. Дальше я купила крышки. Я вам говорила, что у меня были в прямом смысле слова дурацкие, простите меня за мой лексикон, дурацкие крышки. Купила я. Нормально я так посмотрела, как раньше были. Вот у меня из старой коллекции такие вот есть. Вот они хорошо цепляют. То есть в любом случае я буду огурцы делать, помидоры, еще что-то там закручивать. Взяла немного, взяла 10 штук. Они поштучно продаются. Вот мне это нравится. Не люблю я брать набором, потому что по 50 штук. Мне не надо 50. Может, я этими 10 и обойдусь. Одна крышечка стоит 3 рубля 30 копеек. Дальше я взяла салфетки влажные для туалета. Ну, как бы это заменяет влажную бумагу. Я не пользуюсь бумагой. Я пользуюсь водой. Для этих целей у меня есть кувшин. Но в любом случае нужно еще и иметь что-то. Либо бумагу влажную, либо салфетку влажную. Вот я взяла детские салфетки. Тоже очень выгодно. 130 штук. Огромная пачка. Еще и с крышечкой. То есть можно открывать, они не высохнут. Это очень удобно. Эти влажные салфетки тоже достаточно недорого. 77 рублей всего-навсего. Ну, кесть для планшета я вам сказала. Так. Ой. Посмотрите. Купила еще зубную пасту. Они ее не пробили. Она у них не прошла. Такой, говорит, аппарат дурацкий. Девочка мучилась, мучилась. Взяла я пасту зубную. Она тоже, по-моему, стоит 99 рублей. Это новинка. Хорошая СНС-1 паста. Я очень люблю эту фирму. Вот. Она, по-моему, для чувствительных зубов. Она вот снижает эту чувствительность. Ну, конечно, очень стыдно, но они ее не пробили. Что я могу сделать? Я сейчас точно никуда не пойду. Потом могу им пойти сказать. Вот это они мне не пробили. Вот это за 50 рублей пакеты для бутербродов я купила. Ой, они много чего не пробили. Ой-ой-ой. В общем, завтра пойду скажу. Вот это стоит 50 рублей. Здесь 200 пакетов для бутербродов 18 на 28 размер. Вот это. Вот это я не знаю, сколько стоит. Прям совсем копейки. Это когда я ягоды сливала. Видели, да, что у меня все вываливается. Эту крышечку надеваешь и сливаешь благополучно ягодки. Взяла салатового цвета. Там разного были цвета. Ну, во-первых, я люблю этот цвет. Вы заметили, что я и для планшета взяла такого цвета. Потом у меня на кухне много техники. Не техники, а инструментов. Там щипцы салатовые, кисточка салатовая. Как он называется? Ну, типа кувшина, не кувшина пластмассовая для молока. Тоже салатовые. В общем, вот эту штучку взяла. Очень дешево. Сейчас не скажу сколько. И так как я блондинка, крашеная блондинка и, ну, все женщины крашеные. Даже не важно, блондинки или кто. Салатовые. Молода обычно красится. Она уже с возрастом. И взяла себе восстанавливающую маску для поврежденных волос и секущихся кончиков. Ну, вот такая тоже. Ой, как пахнет хорошо. Я люблю эти маски. Я там периодически беру. Они тоже недорогие. Вот. В общем, как-то так. Но я вам хочу сказать, вот за исключением вот этого маска фаста, пакеты. Вот эта крышечка. За исключением этого у меня покупка вышла на 1011 рублей. В общем, часть не пробили. Плюс еще пакет. Даже и пакет у них не пробился. Не знаю, что у них там за аппарат такой работает. Вот. Потом, значит, я потом зашла в новый магазинчик. Там открылся. Я вам показывала. Который с женской одеждой. Я там себе купила вот такую штучку недорогую за 500 рублей. Почему я это взяла? Ну, раз уже ждали, это заканчивается. И, по-моему, у них такие цены. Ну, я взяла именно такую, потому что спереди здесь лен. Передняя часть, вот видите, да? Такая ленка такой нежная. А спинка трикотаж. Ну, это все хлопок. Такой трикотаж хороший, такого качества неплохого. И швы достаточно хорошие. Вот видите, обработка нормальная. Здесь вот она кулиски. Здесь по талии можно утянуть. Кто-то любит прикрывать попу. Я размер взяла не свой. Я ношу 48, но взяла какой был последний, 52. Но за счет того, что на талии вот эту кулиску я затяну, то получается нормально. Потому что я не хожу с прикрытой попой. Почему я взяла именно такую? Потому что у меня... Сейчас покажу вам спереди. Вот. Видно, да? Почему я такую взяла? Потому что у меня есть желтая сумка кожаная. Мне сын подарил. Он привез ее из Турции. И мне не с чем ее носить. Она такая интересненькая. Она... Ну, такая... Форма большая. И вот это именно такой цвет. И я взяла исключительно для нее. Ну, 500 рублей. Это не так дорого. И немножко себя порадовало. Ну, не любит смысл покупать дорогой лет. Из-за того, что под сумки что-то на лето подобрать. На осень у меня есть кроссовки с желтыми элементами. Как-то так. А это вот сейчас... Главное, на лето походить самое то. Так. Все. Обзор я вам показала. Так. Прошло у нас 16 минут. Давайте посмотрим, что там с нашей хлебушкой. Может быть уже я... Да. Нормально. Ну, все. Значит, это я вам все показала. Смотрите. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. А я как-то буду стараться выполнять вашу просьбу. Вы пишите, что вам интересно. Что интересно, то я сниму. Почему я заговорила про хлебушек? Потому что я снимала как хлебушек, мы выпекаем. И потом прервала съемку, пока он настаивался 40 минут. Я в этот момент сходила в фикс прайс. Поэтому я вам про хлебушек расскажу в том видео, где мы и говорили о хлебе. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok